Добрый вечер, кто сейчас на ютубе смотрит, кто в зависимости смотреть, кто на Мерополисе подключился. Сегодня мы продолжим тему дубликации, которая разбита на 8 частей. И сегодня мы поговорим о телефонном этикете. Меня зовут Фёдорова Любовь, я являюсь региональным куратором Латвии, спикером по дубликации, и у меня достаточно большая команда, я достигла статуса эксперта, и мне, ну так у меня получилось, что один раз поделилась опытом своим, второй раз поделилась опытом, и вот мне предложили почитать вебинары по дубликации и также поделиться опытом. Итак, наша вся тема, наша вся дубликация, она строится на основе таких 8 задач спонсора. Если мы строим свои команды, если мы пытаемся, вернее, работаем, так скажем, в проекте, не просто поддерживаем этот проект финансово, а хотим построить какой-то свой собственный бизнес, то нам всё-таки нужны какие-то навыки, какие-то минимальные знания, чтобы эти все шаги, которые мы делаем в свой бизнес, были правильными и вели всё-таки нас к успеху. Итак, их есть этих задач 8, которыми нам необходимо владеть, скажем так, уметь решать, уметь выполнять. И сегодня мы поговорим о телефонных звонках и о навыках коммуникации. То есть это и телефонный этикет, и такие основные моменты, основные, не знаю, принципы, правила коммуникации, которые можно использовать повседневно и не только, когда мы там говорим о бизнесе, да, строим какие-то там беседы, да, делаем предложения, но и вообще в общении, когда мы разговариваем, чтобы мы были хорошим собеседником, интересным собеседником, то важно владеть какими-то основными навыками, чтобы с нами было приятно разговаривать. Ведь если мы являемся хорошим и приятным собеседником, то зачастую, ну такова психология человека, если вы интересны этому человеку, то в принципе всё то, что вы будете ему предлагать и рассказывать, ему тоже будет интересно. Поэтому есть такие правила, как правило 60 или 90 секунд, 900 секунд, вот, когда у нас формируется первое мнение, да, когда мы только начинаем с человеком разговаривать. Но также существуют и первые беседы, первый разговор, первая коммуникация, да, пусть она не в секундах измеряется, но это будет наш первый контакт с человеком. И очень много разных правил, да, как его делать, что делать, что не делать во время этого первого контакта. Вот, потому что очень важно, чтобы у нас появилось взаимопонимание и чтобы мы могли дальше общаться и уже переходить к той теме вообще, по которой мы, ну, человека вообще пригласили. Итак, что мы сегодня поговорим? Мы ещё раз пройдёмся, что такое четыре шага дублицирования системы, телефонный этикет, навыки коммуникации и немножечко поговорим о скриптах. Прямо есть несколько скриптов, которые можно использовать. Вот прям вопрос их можно, не знаю, записать, там скрины себе сделать, как говорить, как правильно задать вопрос, с чего начать разговор, да. Если это будет интересно, если это вам пригодится, то я буду только рада. Итак, мы говорим о том, что мы не можем продублировать конкретно вот успешного человека, да. Вот мы видим, как он работает. И вот сейчас я буду всё повторять, я буду делать точно так, как он, и у меня будет прям всё точно так, как у него. Так не получится. Мы можем посмотреть, как он работает, мы можем какие-то фишки у него подсмотреть. И систему работы, да, мы можем продублировать систему работы. У нас никогда не получится скопировать его разговор, скопировать его телефонный звонок, да. Но мы можем посмотреть систему, как он работает, с чего он начинает, к чему он переходит, последовательность, да, в разговорах, в беседах. Поэтому вот эта вот система, чтобы ее продублировать, она разделена на четыре шага для того, чтобы было более понятно. Когда мы вообще с человеком начинаем взаимодействие, неважно, это знакомый человек, это по рекомендации или это вообще холодный контакт, то есть мы начинаем с человеком взаимодействие. И наша работа разделяется на четыре шага. Первое – это приглашение, то есть наш первый контакт, первое взаимодействие, первое приглашение. Второе – это прослушивание вебинара. или презентации, то есть получение информации от нас, или там, сейчас я скажу, от кого. Третье – это получение обратной связи. И четвертое – уже вовлечение в систему поддержки. Да, мы уже начинаем, человека вводим в проект. Итак, первый шаг – это приглашение. Оно должно быть, первое, хорошо спланированным, правдивым и честным. То есть если мы говорим «классный проект», значит, мы должны сами считать, что это классный проект. Если мы говорим «суперсистема второго уровня», абсолютно инновационная, безаварийная, все классно получается, строится, будет строиться, будет внедряться, то мы должны в это сами верить. Если мы это верим, значит, это будет честное приглашение. Второе – такой принцип безотлагательным. То есть мы приглашаем человека на встречу или на прослушивание какого-то вебинара, и мы говорим, что я приглашаю тебя со мной на презентацию. И это должно быть самое ближайшее мероприятие, которое будет происходить от сегодняшнего дня, от нашей встречи. То есть не так, что там через две недели у нас будет очень интересная конференция, я тебя приглашаю. Нет, завтра будет вебинар о технологии. Или там послезавтра будет вебинар о нашем сообществе Skyward Community. Мы приглашаем на ближайшее мероприятие. Потом, конечно же, через две недели мы приглашаем его на эту конференцию, которая будет. Дальше. Мы договариваемся о звонке за 15 минут до вебинара. То есть мы говорим, вот будет вебинар завтра, я за 15 минут до вебинара тебе позвоню. Или завтра будет живая встреча, презентация, я тебе позвоню. Во-первых, это обязывает человека все-таки запомнить, если он уже принимает наше предложение, то, конечно, выполнить свои обещания. Во-вторых, это очень важно, потому что если это онлайн мероприятие какое-то, человек может просто забыть, и мы ему напоминаем, и ему хватит 15 минут включить компьютер, подключиться, доделать какие-то свои дела. Если это встреча, куда он должен был приехать, мы его сориентируем. Ты едешь, тебе помочь не надо, ты нас находишь, да? То есть наша помощь очень часто бывает нужна человеку, поэтому мы договариваемся, что мы за 15 минут до мероприятия, до вебинара ему звоним. Дальше. Это приглашение должно быть сфокусированным на преимуществах для клиента. Что это значит? На следующем вебинаре мы как раз будем говорить о основном побуждающем факторе, когда мы выясняем, что для человека важнее всего, что в жизни для него приоритетное, на чем он зарабатывает, что заставляет его каждое утро вставать, идти работать, зарабатывать деньги. И таким образом мы как раз ему говорим, вот если тебе нужен дополнительный заработок, вот приходи на вебинар, ты узнаешь, как можно получить дополнительный заработок. Если человек говорит, что мне нужно побольше свободного времени, потому что я все время на работе, у меня нет времени заниматься с семьей, с детьми, мы говорим, приходи на вебинар и ты узнаешь, ты получишь возможности получить новые заработки, новую работу, что освободит тебя от той работы, которой ты сейчас занимаешься. Тебе не нужно будет так много работать. Ты те же деньги получишь за меньшее потраченное время. И таким образом ты высвободишь для себя, для детей, для семьи свободное время. То есть мы фокусируем значение этого вебинара на преимуществах для своего клиента. Дальше второй шаг – это презентация уже непосредственная. То есть это у нас было сейчас приглашение. Теперь это презентация, которую должен посетить наш клиент. Вот это как раз то, о чем я сказала, следующее за сегодняшним днем. Вот мы сегодня приглашаем, значит все. Либо это сегодня, либо это завтра. То есть самое-самое ближайшее. Если вы новичок, то ни в коем случае не нужно делать свои собственные презентации. Если, конечно, вы уже знаток, вы хорошо знаете проект, вы с проектом уже прожили какой-то период времени, уже пережили какие-то моменты радостные, грустные, у нас всякое было, то, конечно, можно рассказать, можно сделать собственную презентацию. Если этого не было, и вы еще в чем-то не уверены, вы боитесь каких-то вопросов, вы боитесь каких-то возражений, вы боитесь каких-то... Есть люди, которые специально задают провокационные вопросы, которые специально подбирают вопросы, на которые будут думать, но тут вы точно не ответите. Если вы таких ситуаций боитесь, то не нужно делать собственную презентацию. Лучше прослушать то, что есть. У нас очень много записей есть, у нас очень много текущих вебинаров разных есть, поэтому лучше, чтобы это сделал уже специалист. Дальше. Третий шаг – это получение обратной связи. Если вы не вместе с ним были, а самое лучшее – это вместе подключиться к этому вебинару, вместе прийти на презентацию. Но если не вместе, то обязательно позвоните ему после того, как мероприятие закончится, после того, как прослушали вебинар. То есть вы сразу можете говорить, даже предупредите, что я через 5 минут после окончания я тебе позвоню, хочу услышать твое мнение. Если это вы вместе были на какой-то презентации, вы его сразу предупреждаете. После презентации минут на 15 зайдем, выпьем чашечку кофе, я узнаю твое мнение, ты расскажешь мне, как тебе там было понятно, непонятно, понравилось или не понравилось. Когда вы об этом будете говорить, особенно если удаленный человек будет не рядом с вами, просматривать вебинар, то это все-таки обяжет его просмотреть, потому что он будет знать, что вы ему позвоните. Но мы сейчас говорим, конечно, об уважении друг к другу, мы, конечно, говорим не о каком мне навязывании, о взаимном интересе все-таки. Поэтому это все работает тогда, когда нет никакого принуждения и нет никакого преувеличения. То есть хочешь посмотреть, хочешь узнать интересную информацию? Да, хочу. Ну тогда давай, вот посмотришь, я тебе позвоню, мы с тобой обсудим. То есть все это должно быть на взаимном желании, так скажем. Ну и четвертый шаг, это уже когда человек сказал, да, мне нравится, у нас начинается вовлечение вот в нашу систему, систему нашей работы. То есть это регистрация, верификация, знакомство с кабинетным разделами и все остальное. Там знакомство с маркетингом, и вся работа. То есть мы выясняем, кто перед нами, чем он хочет, как он хочет быть в проекте, принимать участие. Просто как поддержал, получил залоговые доли и сидит, ждет, пока все построится и пойдут деньги. Либо он хочет как-то активно работать, создавать свою команду, принимать участие в нашей жизни. Да, и когда мы уже это узнаем, мы тогда понимаем, что именно ему нужно рассказать. И теперь мы поговорим о наиболее важных правилах телефонного этикета. Как есть этикет в поведении, так есть этикет и даже в телефонных разговорах. Во-первых, когда мы звоним по телефону, нам нужно иметь план. У нас всегда есть цель нашего разговора и нужно создать план. Во-первых, это поможет достичь цели, что нас никто не уведет, наш собеседник, скажем так, не уведет нас от нашей темы. Он не обязательно может быть идеальным, это могут быть какие-то пункты, но он как раз просто составлен для того, чтобы вы ничего не забыли, что бы вы хотели сказать. Но это очень важно, потому что бывает так, что вас отвлекли, вы перешли на другую тему и просто раз и вышибло. И я забыла, что я хотела сказать. Я приготовила интересную фразу, я хотела какой-нибудь интересный факт сказать. Все, забыл. Когда у нас есть пометки, мы не забудем. И даже если нас увелистим, мы возвращаемся. Так вот, я тебе хотела сказать, твои выставки кошек и собак, это супер, это классно. Но вот я тебе все-таки хотела сказать, и мы возвращаемся и не теряем свои мысли. Дальше. Нужно обязательно улыбаться во время разговора. Вы можете даже проверить это с друзьями, знакомыми своими, что улыбка, она может быть услышана. Улыбающийся человек, улыбающийся голос, он гораздо более дружелюбный и расслабляющий. Я рассказываю свою историю, потому что она у меня очень яркая, но во всяком случае для меня. Я очень эмоциональный человек, и если меня расстроит кто-то там, не знаю, дома, вживую, или по телефону меня кто-то расстроит, я очень долго в этом состоянии пребываю, не умею быстро перестраиваться. Вот. И вот я, допустим, расстроена, и вдруг у меня телефонный звонок. И я поднимаю трубку, я говорю одно слово. Алло. И человек понимает, что у меня что-то произошло. Говорит, что у тебя произошло? А ты что, плакала? А что случилось? Я говорю, ой, почему так думаешь? Да ты какая-то загруженная, да ты какая-то злая, да ты какая-то расстроенная. То есть по одному слову уже они понимают, что что-то у меня произошло. И я даже себе на телефон, на телефон вот так вот на экран приклеила в уголочек наклеечку смайлика улыбающегося. То есть каждый раз, когда мне звонил телефон, я брала в руки телефон, смотрела, кто мне звонил, и в этот же момент, видя этот смайлик, это было мне напоминание, что улыбнись, пожалуйста, переключись, пожалуйста. Это очень помогало. Даже потом, когда этот смайлик уже стерся, и его уже не было, и я брала телефон, и я видела, что ой, у меня смайлика там нет. И я опять вспоминала, да, то есть у меня уже настолько глаз привык, что у меня там есть наклеечка, что потом мой глаз уже замечал, что этой наклеечки нет. Но это все равно было напоминанием, что нужно улыбнуться. Это очень важно. Мы вообще говорим о том, что мы не делаем никогда звонки, если у нас плохое настроение, даже если мы распланировали, да, когда мы вот планирование разбираем тему, и вот мы планируем звонки. Если у нас что-то произошло, мы не умеем переключиться, мы не умеем отойти, выйти из этого состояния своего расстроенного, то лучше не делать звонки, потому что как бы мы ни старались, если это неестественная радость, неестественная улыбка, она будет услышана, поверьте. Также есть очень такое золотое правило, что необходимо соблюдать правила корпоративного стиля даже во время телефонного разговора. То есть это одежда. Нужно в обязательном порядке надеть одежду, которая подходит для переговоров. Вот как бы вы пошли вживую на переговоры, вот точно так же мы одеваемся для того, чтобы поговорить по телефону. Но может быть не обязательно там галстук, может быть не обязательно пиджак, но пусть это будет у мужчин брюки и рубашка, нерастянутые какие-то штаны. У женщин может это будет какая-то блуза, а не домашний махровый халат и бегудина к голове. Потому что вот это наше состояние, каждый предмет, который есть на нас, он нам дает какое-то свое, ну можно сказать настроение, но он дает какой-то свой посыл, для чего он нам нужен, для чего мы так одеваемся. Ведь мы же для чего-то одеваем эту корпоративную одежду, когда идем на переговоры. Не только визуально это помогает, это помогает нам внутренне. Да, вот мы такой строгий, серьезный, пришли на переговоры. Поэтому очень важно, когда мы по телефону говорим, тоже, ну хотя бы 50% это учитывать. То есть занять удобную позу, не лежать, потому что когда мы лежим, голос тоже выдает, что мы лежим. Не жевать, потому что чавканье неприятно, жвачки там какие-то. Даже когда человек курит сигарету, разговаривает по телефону, это тоже слышно. И если наш собеседник, допустим, не курит или негативно к этому относится, вот вы не знаете. А вот у человека есть такая вот фишечка, что вот, ну не люблю курящих, не нравится, мне не пошел бы в жизни, там, если бы человек сидел рядом со мной, там даже в кафе, где можно курить, сидел бы, пил кофе, курил бы и вел бы со мной переговоры. Вот не пойду я навстречу к такому человеку. Вот поэтому лучше всего этого не делать, лучше все это исключить на момент телефонного разговора. Ну и вот про хорошее настроение я уже сказала. Обязательно должно быть хорошее настроение. Дальше. Говорить нужно очень четко. Не обязательно говорить медленно и растягивать все, но темп речи должен быть средний и очень четкий. То есть я понимаю, что мы можем волноваться, если мы только новичок, мы только начинаем делать эти телефонные звонки какие-то. Даже если это не первый звонок уже, но все равно мы можем волноваться. Мы понимаем, что от нас ждут какую-то информацию, мы должны дать ее как можно больше. И мы начинаем волноваться. Могу вот это забыть, еще что-то. То есть это нормально. Можно даже сказать, вы знаете, вот я сейчас с вами разговариваю, я сейчас веду первые переговоры. Я немножко волнуюсь, вы меня, пожалуйста, простите, но мне очень нравится это делать, я очень хочу научиться это делать. То есть если вы признаете, что вы обыкновенный человек, то это только располагает к себе. Можно написать какие-то фразы, которые вы хотели бы употребить, но употреблять их нужно очень осторожно, чтобы они естественно выглядели, чтобы это не был какой-то робот или еще что-то. Я думаю, многие из вас, а то, может быть, не ошибусь, если скажу, что практически каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда нам звонят незнакомые номера, вот какие-то соцопросы или предложение что-то там купить или еще что-то. Они порой настолько быстро представляют себя, свой отдел, говорят о товаре, который они нам хотят предложить. То есть настолько у них первая вступительная речь быстрая и скомканная. Здравствуйте! Спокойно. Что это было? Вы кто? Вы зачем мне звоните? Я уже начинаю раздражаться, потому что мне что-то с проглотом каким-то что-то сказали, и я вообще ничего не поняла. То есть вот этих ситуаций просто нужно избегать. Лучше порепетируйте, лучше возьмите какой-то текст незнакомый, попробуйте почитать вслух, кстати, очень хороший прием, очень полезное занятие читать тексты вслух. Это даже как упражнение для тех людей, кто публично еще не выступал, кто готовится выступать публично, кто боится, вот есть этот страх, говорить много, громко. Лучше читать вслух. Во-первых, артикуляция вырабатывается, во-вторых, вы научитесь произносить какие-то сложные длинные слова, тоже вот более четко, их там будете прочитывать по несколько раз. Это тоже очень хорошо, это называется артикуляционный аппарат, развивается, поэтому не нужно бояться. Порепетируйте, почитайте, дам, пока вас никто и не слышит. Дальше, не перебиваем. Мы с людьми разговариваем, мы им задаем вопросы. Очень часто бывает так, мы задаем какой-то формальный вопрос, и человек начинает серьезно на него отвечать, и мы такие, о, боже, мне же не нужен был ответ, я же просто для поддержания разговора. Либо не задавайте такие вопросы, либо выслушивайте. Не перебивайте. Всегда позволяйте клиенту закончить то, о чем он говорит. Иначе вы прервете его речь, это сломает ход его мысли, он разозлится, он не захочет с вами разговаривать, он где-то в душе обидится, он сегодня с вами доведет до конца ваш разговор, но потом скажет, не пойду я на вторую встречу с ним, он не умеет слушать. Поэтому, если уж разговариваем, не перебиваем клиента своего. Ну, нужно обязательно быть готовым к тому, что нам скажут нет или нет, спасибо, мне не надо. То есть вот этих ответа нет, бояться не надо. Вспоминаем, что есть такая статистика, что даже до 30% людей имеют, во-первых, они вообще имеют право сказать нет. И до 30% людей на самом деле не будет интересовать то, что мы им предлагаем. Это статистика, это нормально, поэтому мы к этому просто готовы. И все. Если человек нам говорит нет, мы заканчиваем разговор вежливо, мы благодарим его за то, что он потратил на нас вообще время, на этот звонок. Спасибо, что уделили мне время, всего вам самого доброго. Можем поговорить с ним, спросить у него, потому что, смотрите, он нам может отказать, категорично нет, и мы тогда говорим спасибо, до свидания, и оставляем его в покое. А можно сказать, ой, ну слушайте, ну не сейчас, ну мне сейчас не до этого. Тогда мы говорим, хорошо, все, спасибо, что вы потратили время, я не буду вас больше отвлекать, заниматься своими делами, но у нас реально очень интересно, у нас там какие-то будут новые события, можно я вам после этих событий позвоню. Может быть, у вас будет время, может быть, мы сейчас можем договориться о последующем звонке. То есть, как говорится, за спрос не бьют в нос, выясните, он действительно вообще не хочет нас слушать, или он готов нас выслушать, но немножечко попозже, немножко там в какой-то другой ситуации. Вот, дальше. Также к правилам этикета относится исполнение наших обещаний. Если мы пообещали что-то сделать, отправить, предоставить какую-то информацию, назначить следующую встречу, делаем. То есть, если пообещали отправить материалы, только положили трубку, сразу это делаем. Это говорит о нашем профессионализме, и это говорит о нашем уважении к этому человеку. Он на нас потратил время, мы ему пообещали, он сказал, да, хорошо, присылай, и мы тут на три дня забыли. Ой, я забыл, я отвлекся, прости, вот тебе информация. Он скажет, до свидания, я за три дня уже в другом проекте, да, как мы говорим, что не давайте клиенту остыть, потому что промедление теряет шансы того, что он присоединится к нашей команде. Вот. И не надо бояться делать эти звонки, потому что только практика нас научит делать эти звонки, не напрягаясь, вот как специалист с легкостью, да, и в хорошем настроении, и нас никто не сломает, и даже нет, нас не сломает, и даже если кто-то нагрубит, нам не испортит настроение, но это все с практикой, да, то есть мы будем звонить, будем учиться, будем практиковаться, и тогда у нас все получится. То есть не нужно расстраиваться, вот я сейчас, как бы я вот в дубликации все время работаю с новичками, всегда рассказываю новичкам, не бойтесь, не пугайтесь, у вас всегда есть ваш пригласитель, вот который вас пригласил, он больше знает, если он не знает, если он сам новичок и вас пригласил, то у него есть человек, который его пригласил. То есть вообще вот в этом рекомендательном бизнесе, в СПТО-маркетинге самые-самые доброжелательные взаимоотношения между условно говоря начальником и подчиненным, да, у нас нет начальника и подчиненного, но тот, кто вас приглашает, тот, кто уже стоит немножко выше, чем вы, то есть у него уже есть команда, у него уже есть заработок, у него уже есть знания, да, он еще обладает большими ресурсами, чем вы, он очень доброжелательно будет относиться к вам и будет рад всему вас научить, чтобы вы превзошли его, только чтобы вы работали, потому что в этом есть заинтересованность, поэтому говорят, что самое доброжелательное взаимоотношение между коллегами, это в сетевом маркетинге, в сетевом бизнесе, вот, ну, про взаимоотношения я уже говорила, про построение вот этого вот контакта взаимоотношения, да, то есть это очень важно при первых встречах сделать так, чтобы вы друг друга понимали и хотели слушать, ну, в нашем случае, чтобы нас хотели слушать, потому что если этого взаимопонимания не будет, то это может, конечно, повлиять на результат, во-первых, любого разговора, вот, и не будет вот этого комфортным, потому что создание комфортного состояния в разговоре между людьми делает свободным его и комфортным, вот сам разговор это, да, поэтому первое все равно взаимопонимание у нас должно быть, да, это вот то, что я говорила про первый контакт, как мы построим первую нашу беседу. Итак, какие же навыки коммуникации нам понадобятся, их много, сразу скажу, очень много, они очень глубокие, мы пройдем просто по самым основным, по самым простым и понятным, для того, чтобы их можно прям сразу было взять и применять. Сейчас мы посмотрим так, трансляция у нас тут идет, все хорошо. Итак, то есть первое, это умение правильно и четко произносить слова, это мы уже сказали. Второе, компетентность, если вы решили в своей презентации, рассказывая о технологии, употребить какие-то термины, какие-то специфические слова, которые относятся только к нашей технологии, только к нашему проекту, то, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вам сразу зададут вопрос, стоп, а что это такое? Анкерная опора, предварительно натяженные струны, это вот я говорю только те термины, которые у нас встречаются, то есть если вы знаете, что это такое, употребляйте это слово, если вы не знаете, не употребляйте его, потому что вы должны выглядеть компетентным. Если получается уже так, что вдруг человек сам там до чего-то дошел, начинает задавать вам вопрос, вот я не понимаю, что это такое, и вы понимаете, что вы сами не знаете этого технического термина, тогда, конечно, вы можете сказать, да, извини, я, честно скажу, я как-то не углублялся так, но если надо, в следующей встрече я тебе скажу и заодно и сам узнаю, что это такое. Дальше. Когда мы беседуем с людьми, вообще неважно, о технологии, не о технологии, но очень важно положительные формулировки в речи. Всегда нужно оставаться в позитиве. Вот человек говорит, что вот сейчас все так плохо в мире. Ну, вы скажите, послушай, не все так плохо. Вот у нас есть технология, которая как раз-таки в этом мире и произведет фурор, который вот в этот вот темный черный мир, вот как ты себе его рисуешь, она внесет лучик света какой-то. Это же такая прелесть, это же такое классно. То есть всегда научитесь, научитесь негативную фразу перефразировать так, чтобы она была позитивной. То есть найти какой-то позитив, найти какой-то, на каждый минус найти какой-то плюс. И в своей речи тоже, да, мы же можем сказать, вот вы знаете, сейчас такая ужасная экология, все такое плохое, все такое там, там эти все погибают вокруг, там столько аварий. То есть мы употребляем даже в речи сами такие негативные формулировки. Можно сказать по-другому. Наша технология несет безаварийность, наша технология несет очищение планеты. То есть не надо говорить, как сейчас плохо. Мы можем сразу сказать, как, что мы несем хорошего туда, где есть плохо, уже, ну, подразумевая, что да, там есть что-то нехорошее, но мы уже туда, мы уже готовы туда дать что-то хорошее. То есть просто следить за формулировками речи. И очень важно, если клиент вам что-то сказал, вот раз, и мы так ему перевернули и сказали классно. То есть, во-первых, для него сразу, он сразу понимает, что как мы его, можно сказать, учим негатив преобразовывать, его же негатив преобразовывать в позитив. Ну и, конечно, очень важно, чтобы поддерживать разговор, умение правильно задавать вопросы. То есть это достаточно важный навык в общении, потому что мы вопросами поддерживаем, разговор мы можем поддерживать вопросами. Поэтому, когда мы научимся правильно задать вопросы, естественно, чтобы они соответствовали нашей теме, то тогда это будет большой плюс. Значит, начните разговор с улыбкой. Это мы уже проходили. То есть ваш клиент подсознательно оценит это, и вы ему понравитесь. А то, что мы, если мы ему нравимся, как я уже говорила, то ему очень большая вероятность, что понравится то, что мы ему предлагаем. Разговор тоже начинать с простых, но очень позитивных, положительных фраз. Для того, чтобы наш собеседник сразу понимал, что мы доброжелательны, что мы к нему доброжелательно настроены. То есть если это какой-то наш знакомый, то ой, привет, как ты? Мы так давно не созванивались. То есть я с радостью, я рад тебя слышать, так приятно мне тебя слышать, как там ваши дела. Вот такого типа доброжелательный тон и доброжелательные вопросы. Если это живая встреча, то обязательно поинтересуйтесь, как ты добрался. Вот мы уже где-то встретились. Ой, как ты доехал? Все ли у тебя хорошо? Может быть, мы возьмем сразу кофе? Может быть, воды хочешь попить, если это лето? Если у тебя водичка, могу тебе предложить водички. Да, вот какая-то вот такая вот должна быть доброжелательная первая связка. Дальше. Также вот в навыках коммуникации есть такое понятие, как использовать слова, которые используется собеседник. То есть, чтобы выстроить взаимоотношения, нужно как можно чаще, в соответствующий, конечно, момент, использовать слова, которые потребляет клиент. Например, если он говорит, у меня очень большая занятость, и мы можем сказать, да, я понимаю, что у вас большая занятость, вы повторили. Конечно, не надо, как попугай, повторять все подряд, но некоторые фразы можно повторять. То есть, он понимает, что мы настраиваемся на его волну. Также демонстрировать какую-то общность. Люди любят себе подобных. И если мы хотим выстроить вот это взаимопонимание, то можно продемонстрировать какую-то похожесть. То есть, если мы, ну, говорят, там, позы занимать такие же, там, жест, может быть, иногда повторить такой же. Вот. Но мне не очень нравится это копирование, потому что, когда это идет прям, вот я должна присмотреться, как он сидит, и сесть точно так же там. Да, ну, открытая поза, это понятно. Там не закрываться, да, вот так вот руками. Вот. Но мне больше нравится другое. Например, если человек что-то рассказывает о себе, вот он там в детстве занимался или там в юности играл в футбол, он говорит, ой, здорово. Допустим, я женщина не играла в футбол. Я говорю, ой, здорово. У меня брат тоже занимался футболом. То есть мы не врем, не придумываем. Мы ищем, ищем вот эти вот моменты, которые, похожесть, ищем. Не надо придумывать. Вот. Там, если это собачник говорит, вот я там на выставке был. Я часто привожу такой пример, потому что у нас, во-первых, у нас партнеров очень много людей, которые занимаются там, кинологи, все. То есть это люди, которые все добрые. Они за животных, за экологию, за людей. Поэтому у нас очень много людей, которые занимаются благотворительностью, которые занимаются животными. вот и поэтому я такой привет пример привожу потому что у нас действительно очень много людей таких проект таких людей притягивает вот то допустим если у меня тоже вот была собака в юности очень любила я могу сказать ой здорово вот у вас есть собака мне тоже была собака я их тоже так люблю но вот у меня например аллергия у сына и мужа я больше не могу не готов на собак заводить то есть я прям без них очень скучаю это это правда вот если я не люблю собак на человек вот любят вы можете ну вспомните у кого из ваших знакомых есть там собака ой мои подруги тоже собака вот такой же порода он такой классный я знаю они такие умнички они такие умные сделайте комплимент такого рода человеку и найдите что-то общее даже если вы скажете у моей подруги такая же собака такой же породы но вы понимаете как это классно то есть все вы уже на какой-то волне то есть вы его понимаете потому что у него такая классная собака который дарит ему положительные эмоции потому что вы видели как у подруги собака дарила и подруги и вам эти положительные эмоции я так может быть подробно об этом говорю для того чтобы вы понимали что не тупое копирование человека нужно не привирать нужно чтобы угодить да а вот все-таки находить вот это вот что-то правдивое и естественное также один из очень важных навыков это скорость речи подстраивайте свою скорость речи под скорость речи клиента почему это нужно если говорит он медленно мы замедляемся если он говорит быстро и четко постарайтесь формулировать также быстро и четко смотрите что получается я допустим могу говорить быстро потому что я знаю информацию я провожу презентацию там сто пятьдесят восьмой раз я могу за 15 минут вывалить всю все 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 что я знаю и у меня это хорошо получится и я буду четко произносить слова и я буду использовать термины которые я смогу объяснить я вот такой вот супер классный герой и сидит перед нами человек который ведет размеренный образ жизни разговаривает медленно никуда не спешит в принципе все понимает но человек который говорит медленно он воспринимать информацию с той же скоростью понимаете он ее как выдает он с такой же скоростью и и принимает поэтому если вы понимаете что перед вами человек который говорит медленно притормозите и постарайтесь говорить в том же темпе в котором говорит он потому что иначе 50 процентов из того что вы скажете шикарной информации вы приведете блестящую презентацию человека в голове не останется бывают еще такие ситуации это уже из опыта из практики потому что я работаю с клиентами и мы разговариваем с ними не только о нашем проекте я и как психолог с ними работаю они приходят иногда ну вот прям все рассказывают и очень много историй рассказывают мне свои клиенты пока мы с ними работаем и вот из опыта скажу что бывает так клиент говорит как начало тараторить я первые два предложения услышала а потом закрылась и думала о своем куда я там поеду после разговора с ней что я буду делать что у меня еще дома осталось не сделанная какой я ужин сегодня семье приготовлю я ее даже не слышала понимаете то есть бывает и такое бывает что человек пытается услышать но он не все запоминает об этом задает вопросы а иногда им неудобно переспрашивать а иногда бываешь человек закрывается и год я ее уже не слышала я поняла все до свидания если человек больше общаться не буду но потому что ну потому что я не успеваю за ходом ее мыслей да в нашем случае это можно учитывать в обязательном порядке но и с другой стороны опять таки если мы видим что перед нами сидит командир да это мы будем говорить через через вебинар когда он привык четкие формулировки там раз-два-три ты мне все разложи что ты от меня хочешь значит так это 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 все здесь мы тоже должны тогда не раз не развозюкивать там не размазывать не придумывать там кучу всяких дополнительных отступлений да а тогда сформулировать так чтобы тоже было четко и понятно потому что перед нами сидит человек который сам говорит короткими фразами и четкими самыми главными да выдает самые главные мысли ему это тоже нужно когда он принимает информацию ему тоже нужно только нужно и полезно и вот поэтому вот тут нужно нам как бы научиться быть немножечко варьировать быть быть немножечко психологами такими провидцами вот очень важно проявляться переживание к собеседнику такой своего рода эмпатию да вот но чем как можно ее выразить я понимаю что вы имеете ввиду это должно быть так обрадовало вас да то есть вы на его волну настраивайтесь я понимаю я понимаю почему вы так среагировали я понимаю почему вы так подумали вот вы но если ему плохо то это сочувствие будет до супереживание это будет и вот эта симпатия это эмпатия что да я понимаю опять таки это 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 все вместе и вот эта общность до что я такой же как и ты потому что я данной ситуации наверное тоже так бы среагировал да вот это вот тоже людям во время беседы очень важно ему тогда приятно с нами разговаривать он понимает что он нам интересен он нам не безразличен когда мы говорили о том чтобы не перебивать очень важно иметь ручку и блокнот какой-то и мы там все записываем делом какие-то пометки во первых мы можем какую-то информацию узнать о ситуации у человека который нам потом последующих беседах пригодится либо мы сейчас продолжим разговор но вот 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 об этом я бы хотела его спросить но сейчас я перебивать не буду пусть он договорит до конца во первых человеку приятно что вы участвуете все таки вы его слышите если вы начинаете задавать вопросы о той ситуации о котором только что вам рассказал да поэтому лучше делайте какие-то пометки вот они при следующей встрече что нам может помочь вот он говорит я щас с вами поговорю а потом вот побегу там мне надо опять-таки тоже собаку ветеринарку отвести что-то нам на лапку хромает до следующей встречи первый ваш вопрос как ваш собачка вы сходили ветеринарку как вы сходили все ли у вас хорошо все человек ваш потому что ему очень приятно что вы помните ему очень приятно что вы ему сопереживаете интересуетесь понимаете это я не хочу сказать что это психологические приемы каким-то образом человека там все эти за взять и прям все я заполучил его нет это это как раз таки вот эта человечность да это доброта в общении и очень то что сейчас человеку очень нужно это ну а сердце ну да ну а сердце человечность вот так же очень классно ну очень хорошо когда мы слушаем внимательно да потому что во первых когда мы его слушаем можем ему задать правильный вопрос во вторых пока он нам что-то рассказывает мы можем сформулировать следующий вопрос пока он говорит мы не перебиваем вот и когда мы внимательны к нему то опять таки все то что он нам расскажет мы используем либо в данном разговоре либо при следующей встрече либо вообще он нам там о хобби каком-то сказал мы это где-то себе отметили вот и потом там ну художник но к примеру ему там нравится ивазовский он перед у меня есть две его картины и там за большие деньги купил мы просто обожаю и вдруг вы понимаете что вот реклама в вашем городе будет выставка ивазовского и вы ему говорите представляешь вот я помню ты это самое ты говорил ты говорил что тебе нравится ивазовский одно вот я прочитал что вот выставку знаете как ему будет приятно что вы запомнили что ему это нравится и что вы ему помогли попасть на эту выставку потому что но он эту информацию не видел ему это не попалось это очень важно вот ну и дальше когда мы когда мы уже подводим итог разговора то конечно очень важно суммировать все факты главное которые вот о чем мы только что поговорили да вот так ну то есть мы подводим итоги разговора я правильно вас понял что вот вам это не нравится вот это нравится правильно или вас понял что вы готовы поддержать проект но вот мы с вами вам нужна еще какая-то информация да то есть вот все о чем мы поговорили мы вот таким образом итог подводим чтобы мы понимали что во первых мы клиента поняли во вторых чтобы мы убедились в том что и клиент понял все то что мы до него доносили есть еще одна ситуация когда мы попадаем на клиента ну то есть они они бывают разные да кто-то не хочет говорить или он получил информацию и все и он нам скажет так мне нужно закончить этот разговор потому что мне там бежать на следующую встречу да хорошо спасибо все в наш следующий встречи такая-то такая-то все но можем нарваться такого человека который хочет разговаривать который хочет продолжать разговор который хочет отвечать на наши вопросы которые хочет задавать нам вопросы нам надо быть к этому готовым поэтому как Как задавать эффективно вопросы, это тоже такая вот наука, это тоже есть какие-то правила, да. Есть вопросы открытые, которые предоставляют информацию и продлевают, продолжают разговор. Есть вопросы закрытые, которые дают нам какие-то подтверждения и заканчивают разговор. То есть, ну, закрытыми вопросами мы вообще заканчиваем разговор, да. Вот, но в процессе, конечно, разговора мы и те, и те используем. Вот, ну и вот эта комбинация как раз-таки тех и других является ключом к успеху. Ну, открытые вопросы это скажите, почему, когда, то есть мы задаем вопрос так, чтобы человек нам отвечал развернуто. Закрытые вопросы это когда он может нам сказать только да или нет. Вот, итак, открытые вопросы это вопросы, на которые человек нам предоставляет информацию, которую мы запрашиваем, и, естественно, они продолжают разговор. Например, что вы думаете там об этом, там, вот. Ну, как я сказала, мы задаем вопрос, чтобы получить развернутый ответ. Цель открытых вопросов как раз-таки вести и поддерживать разговор. Там есть промежуточных много разных. Ну, вот давайте возьмем один промежуточный такой вопрос. Это зондирующие вопросы, которые побуждают собеседника подробно ответить на предыдущий вопрос. То есть он нам ответил, а мы ему из его ответа достаем что-то и уточнение задаем. А уточните, пожалуйста, вот об этом, да. И тогда это заставляет, то есть как бы, во-первых, он понимает, что да, он ответил, но я не понял до конца, да. То есть недостаточно был развернутый ответ. И он тогда постарается более развернуто ответить. С другой стороны, какова цель? Это она помогает человеку глубже подумать о предмете разговора. То есть то, о чем мы говорим. Ведь мы же можем ему и о транспорте спрашивать. Вот спрашивать, вот как вы думаете, вот если вот транспорт второго уровня внедрить там, допустим, в нашу игру, ну какие плюсы от этого будут, да. И он скажет, ну там тот, а тот, а тот, а мы ему еще какой-то более глубокий. И он, а да, тут еще плюсы есть. Ведь да, тут же еще вот это, вот это и вот это. То есть он сам даже отвечает. И получается, что он углубляется в тему. Он уже сам углубляется в тему, вот в предмет нашего разговора. То есть тогда легче с ним выходить на наше предложение. Потому что, ну, в любом случае, я сейчас, когда вот на вебинарах, я все равно делаю больше акцент на нашу технологию и на приглашение в бизнес, да. То есть, как я говорю, навыки эти мы можем использовать где угодно, на любые темы разговаривая, даже внутри семейных взаимоотношений, да. Но все равно я делаю акцент и как бы, когда я делаю выводы, я все равно привожу вас к тому, что мы все-таки беседуем с человеком о технологии. Вот. Ну и закрытые вопросы, вопросы, которые закрывают наш разговор. Они просто позволяют вам подтвердить, что вы, клиент, правильно друг друга поняли. Я вас правильно поняла, что вот вы готовы, да. Я правильно поняла, что вы хотите небольшую сумму, ну, вот вы готовы там вот такой-то, такой-то пакет взять. Да, 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 да. И это как бы мы уже закрываем. Ну и сейчас немножечко поговорим о скриптах. Я их, в принципе, буду только зачитывать. Вы можете себе с экрана делать скриншоты, если вам что-то понравится. Но здесь просто примеры различных вопросов, различных фраз, которые могут поддерживать разговор и которые могут вам помочь. Потому что, на самом деле, мы столкнулись с тем, что новички говорят, вот узнал о проекте, информации много, классно, готов вроде бы уже идти, но такой язык становится деревянный. Ну, не знаешь, как сформулировать этот вопрос, чтобы вот человек тебя слушал или чтобы хотел с тобой разговаривать. Ну, дай мне пару вопросов. Вот, ну, вот как ты говоришь людям, я прям себе запишу. Вот с таким, я думаю, вы тоже с этим сталкивались. Ну, скажи мне, что говорить, и я буду говорить, потому что хочу, но боюсь, не могу сформулировать, не знаю, как среагируют там на что-то. Поэтому мы работаем, и работают все, и лидеры наши работают, и у кого что, на каких-то встречах лидерских кто-то что-то рассказывает, а я вот так вот сказала, у меня классно получилось. Мы все это вот записывали, собирали, собирали, и мы собрали так вот достаточно приличный материал. Вот, так как поддерживает разговор, то есть, ну что, ну, вопросы, да, вернее, просьбы, скажем так, расскажите, пожалуйста, и о том, и том, и том, и том, ну, то, что нас интересует. Не могли бы вы подробнее описать? Буду благодарен, если вы мне объясните, да, это уже зондирующий вопрос, это, который заставляет более глубже. Вот он начал говорить, а мы там что-то у него не поняли. Буду благодарен, если вы объясните мне, да, вот это, это, это. Вот, не могли бы вы описать, что такое мотивация в вашей работе? Мы же тоже должны, прежде чем мы предложим этому человеку бизнес, мы тоже должны понимать, что для него ценно, как он зарабатывает сейчас. Потому что мы-то хотим показать, что мы ему предлагаем нечто лучшее, потому что, с другой стороны, почему он должен свою работу нынешнюю поменять на то, что мы ему предлагаем, да, почему он должен принять наше предложение, потому что оно лучше, чем то, что у него сейчас существует. Вот, поэтому очень важно понимать, что у него сейчас есть, какие у него ценности, какие у него, какая у него занятость, может быть, какие заработки, если человек готов об этом говорить, да. Вот, поэтому мы вот таким образом задаем вопросы. Не могли бы вы описать, что такое мотивация в вашей работе? Пожалуйста, объясните, как вы попали в такую ситуацию. Поделитесь со мной, пожалуйста, через какие трудности вы прошли, да, это если вот реально человек, мы понимаем, что вот у него не все хорошо, и мы понимаем, что вот сейчас мы, он пусть расскажет, выговорится, и мы ему тогда предложим. Не могли бы вы описать, как вы себя тогда почувствовали? А вы можете объяснить, каков ваш идеальный доход, сколько вам, допустим, хотелось бы получать, чтобы там можно было закрыть все свои потребности? Когда мы уже конкретно прямо говорим о транспорте, о проекте, мы можем встретиться? Понимаете, можно сказать, так, давай, вот я вам хочу назначить встречу, ну, конечно, назначай, сколько хочешь, мне время. Вот, а когда вы говорите, мы можем встретиться, или когда мы можем встретиться, тот же вопрос, ну, он совсем по-другому задан, да, он предполагает, что у человека есть свои дела, что вы подстраиваетесь под него, что вы готовы подстроиться под него, что вы уважаете его занятость и, ну, как бы его как личность, потому что у него есть своя общая жизнь, вот. Каким видом транспорта вы пользуетесь больше всего? Отсюда мы тоже можем начинать строить разговор в свою сторону. Вы слышали когда-либо о транспортной системе на втором уровне? А вы знали, что можете поучаствовать в поддержке, продвижении национного проекта? Кажется, самым лучшим вариантом окончания нашего телефонного разговора, если это мы по телефону говорим, было бы обоюдное желание встретиться лично. Что вы думаете по этому поводу? Вот, потому что при личной встрече мы же можем и показать ему материалы, каталоги. Ну, вы понимаете, что кто-то вообще работает только по телефону, и вот эту всю систему, дублирует всю эту систему из четырёх шагов, от начала и до конца всё делает по телефону, да. Некоторым людям всё-таки нужны живые встречи, если тем более мы живём в одном городе. Вот, например, личного приглашения. Я работаю в международной компании Skyward Community. Мы имеем дело с национной транспортной системой второго уровня. И сегодня там во столько-то, во столько-то, или там завтра мы делаем презентацию нашей компании. Я был бы очень признателен за ваше мнение о проекте. Или вы могли бы найти полчаса, чтобы послушать вебинар. Он закончится там в такое-то время, и я вам потом позвоню. Хотела бы услышать вашу обратную связь. Я очень рада, что мы наконец встретились после того, как потеряли друг друга из вида, мы можем сказать своему старому знакомому. Вот теперь будем на связи. У меня очень особенная, по сути, уникальная информация. Она действительно важна и ценна. И чтобы познакомиться с ней, нам просто нужно сесть и поговорить. Какой день вам больше подходит? Вспоминаем, неделя или вторник. Вспоминаем, что мы всегда предлагаем два варианта, два дня, два времени. Тогда клиенту легче выбрать. Если у него действительно не получается ни в первое, ни во второе предложенное нами время, он тогда скажет, вы знаете, ни тут, ни тут не могу, могу вот в другой день. Если мы даем ему три времени, он нам будет просить еще четвертое и пятое, да? Или вообще скажет, ой, нет, нет, нет. Поэтому правильнее всего предложить два времени. Могу спросить, о чем речь там будет идти на вашем вебинаре, или о чем мы будем с вами разговаривать. Речь пойдет о рабочих финансовых преимуществах. В ходе личной беседы я хотела бы показать вам некоторые материалы, предложить варианты для вас, которые основываются на них. Устроит ли вас это? Нам лучше встретиться лично, чтобы я мог показать, каков может быть ваш выбор и какие есть шансы, какие есть варианты. Что вы думаете по этому поводу? Да, вспоминаем, что когда мы встречаемся с клиентом, то навстречу мы обязательно из личного кабинета делаем распечатку наших предложений, потому что эта информация закрытая, она только для зарегистрированных клиентов. И если этот человек не зарегистрирован, но мы уже готовы ему говорить о проекте, о предложениях, обо всем, как поддержать, да, то очень хорошо, если мы покажем, какие есть предложения, вот эти циферки, да, чтобы он мог себе посидеть, потом взять этот листочек с собой и еще раз все это просмотреть, просчитать, сделать для себя какие-то расчеты и выводы. Вот, мы не можем обсуждать, обсуждать и описывать все преимущества по телефону, так как мне нужно вам показать кое-какой материал. Всегда стоит поговорить с глазу на глаз, так как вы получите ценный материал, который принесет вам прибыль. Мне бы хотелось представить наш проект вам. А после нашего разговора вы сможете решить, будут ли вам интересны следующие шаги. То есть я расскажу о проекте, и после разговора вы поймете, хотите вы идти дальше или нет. Ну, с друзьями мы как-то по-другому разговариваем, да. Привет, Вадим, можешь говорить, как у тебя вообще дела, да. Мы говорим своим друзьям. Мы давно с тобой там не виделись, не созванивались. Я уже довольно долго работаю в одной международной компании. И сегодня там во столько-то, во столько-то наш лучший спикер проводит вебинар. Ты мог бы найти полчаса, чтобы послушать этот вебинар? Мне бы очень хотелось узнать твое мнение. Мне оно очень важно. Или сказать, что я знаю, что ты там занимаешься разными видами бизнеса. И вот я сейчас подключился к проекту. Хотел бы твое мнение узнать. Стоит, не стоит. Потому что у меня как-то вот я загорелся, у меня есть заинтересованность. Ну, ты как эксперт или, может быть, там холодным умом послушаешь информацию и скажешь мне, дашь мне какой-то, может быть, совет или хотя бы свое мнение. Да, вот так тоже можно. Когда нас спрашивают, о чем там пойдет речь на этом вебинаре или куда мы... Потому что очень часто люди спрашивают. Ну, я пойду, только скажу, куда ты меня ведешь, да? О чем там пойдет речь? О транспортной системе второго уровня. То есть, пожалуйста, мы не будем говорить, что я тебя приглашаю, ты там будешь инвестировать или еще что-то, да, если человек... Если мы уже говорим, что мне нужно твое мнение, то, да, мы говорим, что это будет транспортная система второго уровня. После вебинара ты вообще будешь знатоком, потому что это инновационный проект, это вообще что-то новое, этого на рынке нету, и так для всеобщего развития тебе пригодится. Вот. Ну, так как. Очень надеюсь, что ты для меня найдешь эти полчаса. Я позвоню тебе после вебинара, потому что очень хочу знать твое мнение. Может быть, у нас есть люди бизнеса или люди, которые там, допустим, был бизнес, которые там банкротствовали, еще что-то, ну, всякое бывает, да, и мы понимаем, что мы будем говорить сейчас с человеком, будем мы ему сразу предлагать бизнес, да, и вот там доброе утро, мистер Новак такой у нас пример. Я не хотела бы вас беспокоить, но если у вас есть три минуты, я объясню причину, почему я вам звоню. Наша специализация – новейшая транспортная система, там, или транспортная технология, мы имеем дело с особым проектом, который является очень новаторским, и было бы очень здорово узнать ваше мнение. Проект очень мощно запустился, я знаю, что вы человек бизнеса, и я не хотел бы потом сожалеть, что не рассказал вам об этом проекте, о его преимуществах. Вот. Я пока еще не уверен, подойдет ли наш проект вам, но тоже. Поэтому звоню, чтобы выяснить это, и приглашаю вас на встречу, где там подробнее можно будет рассказать. Вот. Либо «Здравствуйте», допустим, по рекомендации. «Здравствуйте, я звоню по рекомендации вашего коллеги, такого-то, такого-то, да, который сказал мне, что вы человек достаточно опытный, и подойдете для бизнеса, который мы сейчас начинаем. Я хотела бы знать ваше мнение, и могу ли я попросить вас о встрече?» Это вот по рекомендации, когда мы звоним чужому человеку. Ну, также мы спрашиваем, какое время вам подходит. Вот. То есть мы должны понимать одну вещь, что важно с людьми общаться, не просто вот у меня есть информация, я иду, несу, вот я этому сделал презентацию, я этому сделал презентацию, да, я в месяц сделаю 30 презентаций, у меня люди не подключаются, и все. Да, мы можем красиво рассказывать о проекте. Но если мы не научимся общаться с человеком, если наша информация о проекте будет просто информацией о проекте, а не будет общением с человеком, то, конечно, успеха, ну, процент успеха будет у нас падать. То есть нужно уметь все-таки общаться, понимать, что я живой человек, передо мной живой человек, у него есть свои потребности, у него есть свои пристрастия какие-то, у него есть свои проблемы какие-то, которые ему нужно решать. Вот. Поэтому я не превращаюсь в робота, который просто вот несет информацию, давай иди, давай иди, не хочешь, все, до свидания, пошел к следующему. Вот. Нужно общаться. Продолжение следует...